Царю небесный, утешителю души истины, И житель, детцы, и вся исполняй, Сотровище, плавив и жизни, Богателю, И единицы, и вся пыль, И очиститый, отсяг и отстерпы, И спаси блажен, души истины, Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на передаче «Дорога к храму». Я ее ведущий, священник Михаил Попов. По традиции, нашу передачу мы начинаем с рубрики новостей видновского благочиния. 26 ноября состоялось открытие 11-х районных рождественских чтений. Благословенный выбор святого князя Владимира, крестителя Руси. Внимание на экран. По всей Московской области проводятся рождественские чтения, основной задачей которых является просветительская деятельность. Совместная работа образования и благочиния многогранна. В Ленинском районе проводится целый комплекс совместных мероприятий, в том числе и рождественские чтения. По словам Дмитрия Волкова, сейчас ведется большая работа по просветительской деятельности в образовательных учреждениях нашего района. Сегодня в школе ребята изучают предметы культурологического цикла, основы православной культуры, духовное краевидение Подмосковья и количество школьников с каждым годом становятся больше и больше изучающие данные предметы. Грядущий год – год литературы. Древнерусская литература недостаточно глубоко освоена школьной программой, говорил на встрече протоиерей Михаил Егоров. Сегодня принято считать, что классическая литература – это от Пушкина и до начала XX века. Кроме того, в минувшем столетии было принято говорить о советской классической литературе. И все. В результате создается такое впечатление, что наши письменности от силы два с половиной века. По словам Надежды Демкиной, такого рода мероприятия помогают победить негатив, навалившийся после развала советского государства. Конечно, в образовании очень много сегодня проводится разных мероприятий в рамках вот этих рождественских чтений. Но важно то, каким образом подошли к этому служители церкви. Ненавязчиво, тонко, грамотно, сильно не нагнетая обстановку, не напрягая. И сегодня мы понимаем, что да, что-то может быть осталось от того советского прошлого, от того атеизма. Но в основном сегодня люди верят, верят в Бога. А если верят в Бога, верят в добро. В ходе встречи представители образовательных учреждений нашего района поделились опытом работы в религиозно-просветительской области. В комбинированном саду номер 13 проводятся факультативные занятия, встречи со священниками. А в школе номер 9 проводится конкурс духовного краеведения Подмосковья, а также уроки «Основы православной культуры». Центр досуга «Импульс» в этом году стал лауреатом конкурса «Наша Подмосковья». Их проект «Ступеньки к храму» включает в себя работу по духовно-нравственному воспитанию. Главная идея проекта – это введение ребенка в мир искусства и системы теоретических и практических знаний о народной культуре и о слов православия. Цель этого проекта – создание в индустрии условий для духовно-нравственного воспитания и формирования национальной идентичности. Рождественские встречи – цикл работ, который продлится до конца года. Круглые столы, семинары, выставки, конкурсы. Екатерина Чернышев, Евгений Петров, Елена Кошелева. Видное ТВ. Один из самых почитаемых христианских праздников на Руси – День Святой Великомунчатцы Екатерины. В честь этой святой по повелению царя Алексея Михайловича в наших краях была основана Екатеринская обитель. 7 декабря, в день празднования Святой Великомунчатцы Екатерины в монастыре прошла божественная литургия. После возрождения обители вот уже 20 с лишним лет люди стекаются к монастырю на престольный праздник Святой Великомунчатцы Екатерины. Цветами и теплыми приветствиями в воскресенье 7 декабря представители администрации района, настоятель монастыря, епископ Видновский Тихон, прихожане встречали митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия, который все эти годы почти всегда возглавлял божественные литургии памяти Святой Екатерины. Не исключением стал и этот год. В торжественном богослужении управляющему Московской епархией митрополиту Ювеналию сослужили епископы Видновский Тихон, Серпуховской Роман, благочинные церкви Видновского округа протерей Михаил Егоров, духовенство Московской епархии. По окончании богослужения настоятель Свято-Екатерининского мужского монастыря поздравил всех с престольным праздником, который с каждым годом собирает все больше и больше прихожан. В память об этом дне совместном богослужении епископ Видновский Тихон преподнес митрополиту Ювеналию образ святого князя Владимира. С радостью светлого праздника поздравил всех и владыка Ювеналий. Призываем на вас Божие благословения и предстательства святой великомученицы Екатерины. Аминь. В своем слове к прихожанам владыка отметил, что празднуя память святых, живших столетия и тысячелетия назад, поражаешься их верности Христу, жертвенности и стойкости. Такой была и святая Екатерина, жившая в трехсотом веке, мудрая, высокообразованная для своего времени. В прошлом веке нам говорили о том, что ученый человек, просвещенный человек не может верить в Бога. И не случайно император, чтобы склонить ее к принятию язычества и отречением от Христа собрал современных философов и ученых того времени. Она одна противостояла им, и они были буквально побеждены. В этот праздничный день Владыка Ювеналий вручил награды епархии людям, которые не только словом, но и делом служат Святой Церкви. Я работаю уже 7 лет, и каждый раз, каждый год учебно мы начинаем с того, что проходит экскурсия по монастырю, и очень много еще и новичков, и наших ребят готовятся к тому, что нужно знать как можно больше Святой Екатерине, имя которой относится наша Екатерина. День памяти Святой Великомученицы Екатерины любим и почитаем жителями Виндовского края, многочисленными паломниками. В Оптиной, когда я первый раз приехала на инспеку, мне батюшка на инспеку сказала, что обращайся к Екатерине за умом, разумом, мудростью и так далее. Поэтому с Екатериной все связано. Но девушкам она помогает, конечно, с устроением жизни и так далее. Поэтому она всем помогает. У меня дочка Екатерина, поэтому я очень ее учту. И вот я как-то Святой Екатериной пришла к вере. Это было 3 года назад. Я занимаюсь иконописью сейчас. И я думаю, что моя дорога к этому занятию, она лежит через этот монастырь. Я прихожанка этого монастыря. И я благодарю Бога, что жизнь сложилась так, что вот я смогла найти эту тропу. Прихожане в этот праздничный день могли насладиться и монастырскими пирогами. Людмила Медведева, Евгений Петров, Наталья Буслаева, Видное ТВ. В детской школе искусств города Видного прошел большой праздничный концерт, посвященный подведению итогов ежегодного православного литературного конкурса «Благословение». Более 300 работ были присланы русскоязычными авторами со всех концов земли. С Китая, Японии, США, Казахстана, Украины и России. Главный приз конкурса – издание книг автора. Принадлежит альманаху видновского благочиния «Письмо к твоей душе». На галоконцерте, который прошел на одном дыхании, и на награждении лауреатов присутствовала наша съемочная группа. Конкурс благословения уникальный, считают его идейные вдохновители, организаторы, члены жюри. Подобных ему пока нет и не было, говорит иеромонах Сафроний Горохольский, человек, который инициировал этот проект и с успехом его воплощает в течение трех лет. Это не то, что пир во время чумы, а это именно вот такое наше, если хотите, проб, наше несение добра. Вот просто мы можем. Только несликомиссионерское, не чисто церковное, а вот именно несликомиссионерское. То есть мы призываем, чтобы свет, добро, который люди должны говорить и могут говорить, оно умножалось хотя бы вот так скромно, как мы это делаем. На эмблеме конкурса изображен старец с пером в руке, склоненный над раскрытой книгой. Сзади три его тени – юноша, молодого человека и человека в зрелом возрасте, как три этапа духовного развития. Название конкурса «Благословение» дано неспроста. «Благословение на какие-то добрые дела, на творчество в данном случае. А творчество, конечно, слишком дерзко сказано, потому что один Бог творец. А мы, ну, в меру наших сил, выражаем радость этого Божьего мира, наше спасение в этом мире». Конкурс развивается. Это видно по числу участников. В этот раз их более трехсот. Это совершенно разные люди, разных профессий, разных интересов. Объединяет их одно – желание в своих стихах, рассказах, повестях нести людям светлое и доброе. «Духовность великая дело. Когда духовность может потрогать в виде книжек, которые выпускаем мы, как итог нашего конкурса, то это замечательно». «Это тоже грани прекрасного. Это человек показывает вот эти свои силы и способности своей души, которые как раз, как сказано, от избытка сердца глаголят уста. Очень страшно и очень жалко, когда у человека от избытка сердца уста глаголят ложь, беззаконие и прочие вот эти все нехорошие вещи. И насколько радостно, когда на бумагу кладутся строчки, говорящие о добре, о прекрасном, о красоте. Спасибо». Главный приз победителям, а их по одному в каждой из возрастных категорий, возможность издать книгу своих произведений. Причем вся забота об этом ложится на плечи организаторов конкурса. Екатерина Новикова-Станкевич победитель конкурса «Благословение» прошлого года. Сегодня она принесла сюда свою книгу, в которой изложено все самое для нее сокровенное. «Наверное, скорее всего, потребность души. Иначе я писать не могу. У меня стихи, книга о любви, о радости, о духовных потребностях человека, о памяти». Конкурс дает возможность авторам разного возраста открыть свое творчество людям, быть услышанными. «Здесь как раз тот самый случай, когда можно и пройти, прочитать свое, или спеть что-то свое, напечататься, опубликоваться где-то, да еще выйти за пределы района». «По-моему, каждому поэту очень важно, чтобы ее стихи услышали, и чтобы они нравились, и их как-то принимали». Гала-концерт собрал и участников конкурса, и других тех, кто творит своими песнями, танцами, стихами добро и радость. «По-моему, первую тодо целью дала Москва угород забоярена, пунды-пун-дай, пунай-най-най, пунды-пун-дай». Победителями конкурса благословения 2014 стали три автора. В возрастной группе от 14 до 18 лет Денис Бондора из Харькова. «Держись там, держись, все время говори, что вы братья». «Я стараюсь и Россию, и Украину подключить свои произведения для того, чтобы как-то объединить эти страны, объединить друзей, которые могут быть из разных стран. Я считаю, что не должно быть каких-то конфликтов между этими странами». В возрастной группе от 19 до 30 лет лауреатом стал калужанин Александр Чухно. В своих произведениях молодой автор описывает личный опыт учебы в семинарии. И хотя священнослужителем он не стал, семинарские годы научили его многому. «О тех событиях, которые случались как со мной, так с моими какими-то товарищами, те встречи с какими-то старцами, с отцами, которые происходили, собственно, там нет никакого морализма, я не пытаюсь рассказать, как надо жить или как правильно, я просто рассказываю тот опыт, который был у меня во время учебы в духовной школе, в духовной семинарии калужеской». Третьим победителем в самой старшей возрастной группе стал писатель из Вологды Дмитрий Ермаков. «Я счастлив, для меня огромная честь быть первым лауреатом этого конкурса. Большое спасибо за подарок, это издание книги, это главный подарок для любого писающего человека». Татьяна Брылова, Константин Брылов, Наталья Буслаева, Видное ТВ. 7 января в каждый дом приходит праздник Рождества Христова, который мы встречаем в кругу своей семьи. 14 лет подряд в нашем районе проводится конкурс поделок Рождества Христова. Любой желающий старше 5 лет может принять в нем участие. Каким получился этот конкурс в этом году, мы увидим с вами в следующем сюжете. «Простая и чистая» так говорит о детской вере священник Николай Шапарев. По его мнению, вера ребенка является самым кратчайшим путем ко Христу. Своеобразным приношением назвал он работы ребят, представленные на конкурс, так как своим трудом и стараниями дети показали любовь к Богу. 498 работ, выполненные в рождественской тематике, были представлены на ежегодный конкурс, который вот уже 14 лет проводится на территории Ленинского района. По Евангелию на земле родился Сын Божий. Пришли к Нему волхвы и пастухи, принесли свои дары. Сын Божий Христос, мать его Дева Мария. Эту историю знает любой православный христианин. А что такое Рождество глазами ребенка? Общей темой такое разнообразие вариаций. Яркая фантазия детей позволяет выйти за стандартные рамки понимания Рождества. У ребенка гораздо ярче развитое воображение, следствием чего является такое большое число образов, показанных в работах. Конечно, мы обращали внимание на оригинальность работы. И это сразу зацепляло. Вот, например, вот за мной видите, такая составная работа. Она состоит из четырех таких отдельных рисунков. И мы видим здесь эти события. Путешествия Иосифа с Марией в Вифлеем и волхвы, которые идут за звездой. Точнее, пастухи. Мы все это видим. И вертеп, собственно говоря, ясли. Вот такие работы мы приветствовали. По словам Нины Владимировны Бессоновой, организатора конкурса, несмотря на 14-летнюю историю и огромное количество работ о Вифлеемской пещере, каждый раз это новый взгляд автора. И каждый год все по-новому. Смотришь на Вифлеемскую пещеру и ты так же переживаешь рождение Христа, как, я думаю, переживал ребенок, который сделал эту работу. Меня это удивляет и радует. Библейская история в стекстиле, на бумаге, в бисере и красках. Полет фантазии и бесконечное удивление от увиденного. Ангел, который мне приснился, работу, получившая гран-при. У нас попалась кофта белая, по цвету соответствующая. Отрезали катюшки на руках. И вот и как-то само пришло все там. И пошло-пошло. Шапку добавили. Девочки делали сами. Расскажи, что ты делала. Я подавала девочки. Звезду, снежинки, девчонки с бисера делали. Шили сами. Вот совместная работа такая семейная получилась. Рождество для ребенка не только библейская история. Мама, брат и любимая собака. Прогулка в морозный день. Такое Рождество для шестилетнего Даниила. Его работа заняла первое место. Все участники конкурса были приглашены в Большой зал кинотеатра «Искра». Маленькие победители получили памятные призы, дипломы и заряд хорошего настроения. Мы сегодня были свидетелями того, как совсем маленькие крохотные детишки раскрываются. Они пытаются через свою поделку, через картину, через какую-то игрушку, которую они подготовили на рождественскую елку, показать свой внутренний мир. Это очень важно. И самое главное, что интересно, потому что ни одна работа не повторяется. И когда мы в них так вот постараемся взглянуть на каждую из этих работ, мы видим лицо этого ребенка, счастливого ребенка. А это самое главное – счастье и благополучие наших детей. В планах организаторов конкурса выход на областной уровень. И судя по количеству желающих участвовать и по уровню представленных работ, курс выбран верный. Екатерина Чернышева, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ. В селе Ермолино нашего района на горе возвышается каменный храм. Храм Николая Чудотворца. Первые упоминания в этом храме относятся к 17-му столетию. Этот храм никогда не закрывался. Даже в самые суровые года в стенах этого храма всегда совершались богослужения. Давайте посмотрим историю этого храма. В селе Ермоль на Ленинского района на горе возвышается каменный храм святителя Николая Чудотворца. Он один из немногих храмов Подмосковья, которого не коснулись политические бури. Церковь никогда не была закрыта ни во времена революционных свершений, ни во времена всеобщей коллективизации, когда приходы использовались под хозяйственные нужды, ни в советскую эпоху. Первое упоминание о церкви Николая Чудотворца с пределом Василия Блаженовой колокольной датируется 1627 годом. Тогда она была деревянная и чистилась, как ветхая. Небольшая церковь не могла вместить всех желающих. В селе тогда уже было 50 дворов и полсотни душ. Принимается решение строить новую, которая спустя 100 лет тоже пришла в упадок, о чем было доложено митрополиту Филарету Дроздову. На что архиепископ Филарет отвечает письмом, в котором благословляет строительство каменного храма. Но война 1812 года помешала планам строительства каменного храма. Только к 1830 году завершается строительство и осуществляется освящение храма. На тот период времени число дворов в селе Ермольна увеличилось до 72. И жителей составляло на тот период 815 душ. В новом построенном храме становится тесно, и прихожане решают получить разрешение на строительство еще одного предела – предела Нила Столобенского, что было и сделано. Икона преподобного Нила Столобенского находилась еще и в деревянном храме. В 40-е годы 18-го столетия она начинает источать чудесную силу. Многие чудеса совершались от этой иконы. Икона преподобного Нила содержит в себе частицу святых мощей этого святого. Поэтому те из наших прихожан, кто не имеет возможности поехать в Нила Столобенскую пустынь на остров Селигеры, имеют возможность приложиться к частице мощей в нашем храме. Ермольнская церковь носит имя святителя Николая Чудотворца. Этот святой известен каждому христианину. Его почитают и обращаются за помощью. Действительно, душа русского человека полюбила этого святого. И, безусловно, каждый из нас считает святителя Николая русским святым, хотя он жил в далекой Азии. И, несмотря на это, в каждой церкви, в каждом монастыре, более того, в каждом доме верующих людей находится образ святителя и Чудотворца Николая. Этот святой, он отличался огромной широтой своей души. Любовь не только к Богу, но и к окружающим его людям, близким и дальним, знакомым, и те, которые впервые встречались на его жизненном пути. Он всех замечал, всем дарил свою заботу, любовь. Особенностью Никольского храма является то, что в нем отмечается подряд два престольных праздника. 19 декабря память святителя и Чудотворца Николая. И на следующий день, 20 декабря, мы совершаем также празднование престольного праздника в честь преподобного Нила Столобенского. Наверное, не каждый храм может похвастаться таким обилием престольных праздников. Храмовой святынью Никольского храма является и образ Божьей Матери Ченстаховской. Эта необычная икона появилась в храме во времена гонения на церковь. Образ Божьей Матери Ченстаховской во многом отличается от привычных изображений Божьей Матери, которые мы привыкли видеть в наших домах и православных храмах. Это не случайно, поскольку свои корни эта икона берет из Европы, из Польши, то, конечно, и европейское понимание изображения Божьей Матери и присутствует в этой иконе. Но ни в коем случае это не мешает действовать в благодати Божией, источая чудеса и божественную помощь всем приходящим к этой иконе. В Никольском храме много и других почитаемых икон. Роспись же его по меркам XIX века считается небогатой. На период строительства храма село Ермольна оно находилось в состоянии экономического упадка в связи с пребыванием здесь французов. Эта роспись сохранилась именно в первоначальном виде. К 180-летию Никольского храма в нем прошли реставрационные работы. Обновился центральный иконостас, засияли старинные росписи. Только в этом храме моя еще как бы не проснувшаяся душа ощутила благодать, наверное. Благодать. То есть я почувствовала, что я чего-то действительно в этой жизни не знаю. И постаралась вот как бы приходить, уставать. И так вот постепенно втянулась. И теперь я постоянная прихожанка Ермольнского храма. Настоятелями Никольского храма за 180 лет с лишним существования были многие священнослужители. Владимир Нарский более 40 лет служил в этой церкви. Судьба его трагична. Священник и сын священника Владимир Нарский был арестован в феврале 1938 года. 8 марта этого же года его расстреляли на Ботовском полигоне. Он был обвинен в террористических актах против коммунистического режима. В 1940 году в связи с перегибами в работе карательных органов дело священника Нарского было пересмотрено. Он был оправдан, но уже через два дня решение было отменено и приговор этот оставлен в селе. Так в течение недели расстрелянный священник был оправдан и вновь приговорен к расстрелу. И только в 1958 году его окончательно оправдали. Еще одним примечательным настоятелем Никольского храма был протеерей Григорий Довженко. Более 10 лет он служил в этом приходе. Похоронен пастырь в церковной ограде, близь алтаря. Многие прихожане помнят и любят его по сей день. Он мог и успокоить в бедах или в трудных минутах и дать хороший совет. Эти люди тянулись сюда и как бы даже не то, что говорили в Ермолин храм, а к отцу Григорию едем. Велика заслуга церкви просвещений своих прихожан. На месте, где теперь оборудована детская площадка, стояло деревянное здание, где размещалась церковно-приходская школа, затем начальная. В ней обучались дети из близь лежащих деревень. Усердием нынешних священников Никольского храма уже несколько лет на базе детского сада номер 9 существует православный клуб «Светлячок». При храме второй год работает и воскресная школа. Воскресная школа представляет из себя несколько предметов. Это и вероучительный предмет, основы православного вероучения. Это и предмет музыкальный, церковное пение и чтение. Мы надеемся, что этот кружок церковного пения и чтения даст свои положительные плоды. И мы стремимся к тому, чтобы этими плодами стал детский приходской хор, который бы украшал богослужение в нашем храме. Никольский храм сели Ермолина, возведенный в нашей округе почти 200 лет назад, по сей день олицетворяет собой живой и яркий божественный свет. Богослужения в нем совершаются регулярно. Правда, не всегда храм наполнен богомольцами. И порой богослужения совершаются в камерной обстановке, исполненной торжественностью и таинственностью. Людмила Медведева, Евгений Петров, Евгений Садовский. Видное ТВ. Дорогие друзья, сегодня в рубрике нашей передачи «Из первых уст» гость, настоятель Тройского храма поселка Измайло, протеерей Дмитрий Шпанько. Здравствуйте, отец Дмитрий. Здравствуйте, отец Михаил. Здравствуйте, братья и сестры. Рад приветствовать вас в сегодняшней нашей встрече. Отец Дмитрий, тема нашей сегодняшней передачи будет посвящена молитве. Скажите, пожалуйста, что такое молитва и каково ее значение? Я думаю, что молитва для христианина – это основа его жизни, без которой он не может жить, действовать, дышать, потому что это свет. И когда мы молимся, мы находимся во свете. А когда мы перестаем молиться, то и как бы перестает с нами случаться то, что мы называем чудесами. То есть некие совпадения, которые происходят в жизни человека, мы их называем чудом. И вот когда человек молится, то происходят эти чудеса. И молитва, как вначале я уже сказал, это основа жизни, потому что христианской жизни. Без молитвы мы не можем угодить Богу, мы не можем что-то испросить у Бога. Хотя молитва, мы должны понимать, это не только словесное выражение, но и это глубокое внутреннее состояние души, он может внешне не выражать эту молитву словами, но внутри глубоко, скажем так, кричать. И, скорее всего, такие молитвы, они более действенны. Человек получает через эту молитву от Бога то, в чем он нуждается. Конечно, молитвы бывают разные. Мы говорим о той молитве всегда, когда мы что-то хотим от Бога получить. Поэтому и просим. Но есть молитва и благодарственная, когда мы благодарим Бога, хвалим Бога за ту великую милость, которую мы имеем в жизни, за тот дар жизни. Поэтому, в общем, молитва – это наша жизнь. Вообще, для, как мы уже сказали, христианина – это основа его жизни, деятельность – это молитва. С молитвой мы начинаем утро, да, вот, восставший от сна, «Прибадим те блажи и ангельскую песню, «Спиемте си они свят, 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 святости, Божию Богородицу, помилуй нас». В течение жизни нам святые отцы заповедуют непрестанно молиться, да, как апостол Павел говорит, непрестанно молитесь. Как можно непрестанно молиться, если человек занимается где-то там, стоит только токарного станка, там, например, или учит учеников в школе, да. Но, однако, есть вот эта именно внутренняя молитва, которой мы можем всегда предстоять перед Богом. То есть, всегдашнее ощущение, как царь, пророк Давид, «Призрех Господа предо мной, я, конечно, сном и не есть». Вот это вот чувствование, вот, оно дается тоже молитвой. Вот, и многие вещи достигаются именно молитвой, духовной, да, вещи, не только материальной, что мы там спрашиваем, там, кому нужно там хорошую невесту или там мужа, да, получить, вот, или там квартиру, там, или еще что-то. Это тоже, конечно, мы просим у святых, вот. Но и самое главное, вот это чувство, ощущение присутствия Божией везде. Это тоже достигается молитвой. И когда человек в таком состоянии находится, то у него является полнота жизни, то есть смысл жизни открывается. То есть, вот, можно сказать, что молитва, это вообще без молитвы человек не может существовать. И когда человек начинает молиться, то все многие проблемы, у него разрешаются, там, пусть он там, там, страдает наркоманией, если первое, что мы советуем, это, конечно, молитва, да, там, винопитие, если тоже молитва, да, уныние, тоска, там, что, тоже только молитва. Это, конечно, труд, но за этот труд вознаграждение, да, сердечная радость, утешение, полнота бытия жизни. – Отец Дмитрий, вот у каждого из нас есть молитвослов. Сборник молитв составлен святыми. А как быть? Молитва все-таки это индивидуальное общение с Богом. Можно ли молиться своими словами? Или все-таки по молитвослову? Конечно, можно молиться своими словами, но не брать это за основу. Лучше все-таки воспользоваться тем, что имеет на вооружении наша Святая Церковь, многовековой опыт, даже тысячный, да, уже две тысячи лет. Молитвы, они, это не сочинения какие-то, как вот, допустим, написал поэму, там, или рассказ, это вдохновение самого Бога. То есть мы даже иногда не знаем, о чем молиться, как молиться, вот. И вот эти наши все нужды, они выражены в молитвах тех святых отцов, которые, скажем так, произвели это на бумаге, вдохновляемой Духом Святым. Вот, как бы мы с вами молились, допустим, вот, мы сейчас даже, для нас, естественно, мы приходим на литургию, литургии Анна Златоуста, Василия Великого, да, вот мы вчера совершали, а ведь он молился о даровании, чтобы Бог отверзли его уста и дал ему, как восхвалить, он даже не знал, да, и вот, получив вдохновение свыше от Святого Духа, да, он написал вот эту литургию прекрасную, те, и это невозможно сочинить, просто так вот взять и ручку взять и сочинить, это не то будет. А сколько уже поколений пользуются и вот этим неисчерпаемым источником, да, вот кладезем этой духовной мудрости, и каждый раз мы читаем эти молитвы, казалось бы, одни и те же, ну что там одни и те же молитвы читать? Но мы же одну и ту же пищу едим, да, и в то же время мы находим в какой-то разный вкус и надавний, да, а молитва это гораздо выше, мы если очень сердечно прочувствуем каждое слово, каждое словосочетание этой молитвы, и это будет именно наша молитва, нами произнесенная, то есть то, что Дух Святой дал святым, и мы это произносим уже как бы от себя, и как однажды к Господу подожгли, и ученики после того, как Господь изгнал из одержимого отрока беса, то, а ученики не могли это сделать, помним, да, вот этот случай известный, когда Господь с горы спустился после преображения на Фаворе, и тогда ученики спросили, а почему мы не могли этого сделать? А Господь говорит, что этот род исходит не иначе, как от поста и молитвы, так вот, молитва, это есть оружие для христианина, кроме всего прочего, да, вот, и вот оружие кто-то изобрел, да, там автомат, кто-то там, пушку изобрел, да, стреляют, там были точно оружие, также и молитва, вот, наша брань не против плоти крови, да, но против духов злобы поднебес, то есть невидимых вот этих существ, которые, они есть и они существуют, и вот наша брань против этого, да, брань осуществляется оружием точно так же, для нас оружие Господь сказал, это и пост, и молитва, вот, и если мы будем изобретать, скажем так, оружие какое-то свое, то, наверное, оно будет несовершенным, да, не столько совершенным, как оно уже дано нам просто самим Богом, вот, конечно, надо именно этим оружием молитвы пользоваться и проникать в сущность, как бы, в смысл эти молитвы, да, сердечно с умом молиться, а свои молитвы, конечно, можно добавлять и даже нужно иногда, потому что Господу приятно, бывает вот это вот, скажем, детский такой вот лепетание наше, когда мы вот от сердца что-то у Господа просим, это можно, конечно, добавлять обязательно, но все-таки за основу, я считаю, надо брать те молитвы, которые, вот, являются уже многовековым опытом наших святых отцов. Отец Дмитрий, мы сейчас с вами поговорили более о личной, о индивидуальной молитве, а есть ли среди ваших прихожан кто молится в кругу своей семьи? Конечно, есть, и слава Богу, что есть, потому что это большое счастье, когда вся семья вместе совершает молитву, потому что вот эта разобщенность постсоветского времени, да, мы с вами знаем, к сожалению, в семьях есть там муж верующий, жена неверующая, или чаще там жена верующая, муж неверующий, да, дети, так сказать, то так, то сяк, и, конечно, приходится кто в туалете кому-то, то на кухне кто уединяется, молится, да, это как бы здорово, конечно, хорошо, подвижность такой, да, ну вот, но, конечно, лучше, когда все вместе, мама, папа и детишки видят, видят, как, перед ними образец подражания, это очень важно, вот, не столько важно мы с вами знаем, что мы говорим, а как мы себя ведем, как мы живем, вот, правильно сказали вначале, когда встретились, вас просили, вот, вы в рясе ходите, да, это тоже вот домой, это тоже вот своего рода проповедь, то есть вот как мы, потому что ряса, она уже требует человека особого, так сказать, поведения, да, вот, да и вообще, есть ли она у нас, нет, вот, мы всегда, конечно, по-христиански должны себя вести, поэтому, конечно, и домашняя молитва совместная, я знаю, есть у нас в прихожане и не одна семья, и я, конечно, так не спрашиваю, но я знаю, что и отец, и мать, и дети все в храм ходят и молятся, и перед едой, и совершают совместно, я думаю, это большое счастье для, вот, супругов, когда они чувствуют это единение, и для детей, конечно, когда они видят, что мама и папа в одном духе, это, я считаю, вот это, можно сказать, уже в преддверии райского, так сказать, состояния, да, когда чувствуют мир, любовь, радость в семье. Спасибо, Господи, я желаю всем здоровья в наступившем году, милости Божьей и всегдашней присутствия в вашей жизни благодати Божьей. С нами был настоятель Троицкого храма поселка Измайлово, протерей Дмитрия Шпанькова. Дорогие друзья, в следующей нашей передаче мы продолжим данную увлекательную, интересную беседу о молитве. Спасибо, Господи. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. В эти светлые дни призываю на вас, Божие благословение и покров Царицы Небесной будет со всеми вами. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова